Дорогие друзья, а теперь главная премьера вечера. Симфония апокалипсис 20 века Александра Нагаева. Дальневосточный композитор, член Союза композиторов России, лауреат всесоюзного и всероссийских композиторских конкурсов, жизнь которого прочно связана с Магаданом. В юности Александр Петрович приехал в этот город и сроднился с ним навсегда. Лишь на несколько лет он покидал Магадан, и это были годы учебы, когда в 1971 году Александр Петрович поступил в Дальневосточный институт искусств, и в течение трех лет он жил во Владивостоке, а позже это была Москва, институт имени Гнесиных, композиторский факультет, класс известного советского композитора Николая Пийко. Перед началом концерта Александр Петрович рассказал мне удивительную историю произведения, которая сегодня будет звучать. И я хочу с вами поделиться. В годы учебы во Владивостоке студент Нагаев работал очень много. Он позволял себе возвращаться в общежитие, чтобы как-то отдохнуть в комфортных более-менее условиях, только два раза в неделю. Остальные пять дней он проводил в институте, даже спал где-то там в классе. И вот в одной из ночей в общежитии явился сон. Концертный зал, стены от пола до потолка обиты светлым деревом. На сцене оркестр, солист-баянист, дирижер, миниатюрная женщина в черном. И тут ведущая, обращаясь к Александру Петровичу, говорит, А вот автор, пора начинать. Когда сон ушел, студент Нагаев, стримглав помчался, скатился с этой нашей сопки орлиной в институт, схватил бумагу, хотел все это записать. Но для вот такой работы нужна, конечно, тишина, уединение и опыт. То есть на тот момент записать произведение не получилось. Зато через несколько лет уже в Москве, когда пришло время создавать дипломную работу, Александр Петрович осмелился и сделал это. Так появилась поэма для баяна, струнного оркестра и ударных, которая была исполнена на экзамене, которая очень понравилась. И несколько дирижеров запросили партитуру. Во Франции сразу в семи городах поэму исполнили. Потом пришло известие, что готовят исполнение в Париже, в зале Гало. И когда Александр Петрович увидел этот зал впервые, он понял, что это сбывается его сон. Вплоть до того, что женщина-дирижер по имени Клэр Жибо. Известный дирижер во Франции, кстати, еще и политический деятель. Следующий этап. Пришло письмо, опять же, из Франции, от дирижера Жака Масса, который посоветовал укрупнить замысел, он почувствовал потенциал этой музыки, он почувствовал, что это может быть настоящая симфония. Однако потребовались годы, чтобы идея эта была реализована. Многие годы. И вот в 2017 году симфония наконец обрела тот облик, которым она сегодня будет представлена. Это произведение в трех частях. Каждая часть имеет подзаголовок. Первая часть – медитации, как размышления о жизни и смерти, о любви и ненависти, о добре и зле. Вторая часть – это млечный путь, когда раздвигаются границы человеческого мира вплоть до невероятной высоты, вплоть до звезд. И третья часть – это атака метеоритов. Мы слышим в конце этой части взрывы. Это глобальная катастрофа, которая сметает с лица Земли всю человеческую цивилизацию. Мировая премьера по симфонии прошла в сентябре в Голландии, в Роттердаме. Сказать, что прошла успешно, наверное, мало, потому что публика устроила настоящую овацию автору, когда его позвали на сцену, она просто поднялась ему навстречу. Уже в декабре этого года симфония будет звучать в Москве на международном фестивале «Баян и баянисты». Ну и получается, что сегодня у нас премьера всероссийская. Впервые в России будет звучать это произведение. Я думаю, что это прекрасно. Музыка, которая зарождалась в нашем городе, сюда и вернулась. И прекрасно, что автор после долгих лет приехал в Владивосток и окунулся в ту атмосферу, которую всем ему напоминают молодые годы. Сегодня Александр Петрович в зале, он присутствует на исполнении. И придает это нам, конечно, много сил. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, всероссийская премьера. Александр Нагаев, симфония «Апокалипсис XX века» в трех частях. Исполнители. Тихоокеанский симфонический оркестр, дирижер, заслуженный артист России Анатолий Смирнов, солист, заслуженный артист России Александр Капитан. Анатолий Смирнов 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...